всем привет сегодня у нас очередной маленький выпуск о китайской посуде и давайте посмотрим что же можно купить в далеком китае итак начнем пожалуй со штатива его вы уже видели в нескольких моих видео штативчик такой небольшой высотой примерно 30 сантиметров в комплекте у него идут две лапки 1 может использоваться для каких-то круглодонных колб или для воронок при фильтровании 2 соответственно для держания каких-нибудь колб опять же тех же круглодонных надевается все это дело вот так вот аккуратненько сверху так единственное но что они держатся очень слабо даже если хорошо затужить она все равно прокручивается хочу добавить что вся посуда которая сегодня будет показана собирается в некий такой химический прибор в принципе я думаю вы все поймете итак первая часть у нас штатив и берем вот такую лапку надеваем ее соответственно сверху ну и где-то так я пока оставляем часть номер 2 это круглодонная или коническая колба моем случае это коническая колба вот такой вот пробочкой в ней можно хранить что-то жидкое но можно использовать и для других целей пробочка нам сегодня не понадобится итак берем колбу и фиксируем при помощи штатива ну ладно пока что так хотя держится это конечно сомнительно но пускай пока будет вторая часть нашей конструкции это вот такой вот переходничок хочу добавить что у каждого шлифа есть свой размер в данном случае 24 на 29 иначе они просто не подойдут друг к другу вставляется все это дело вот так но мы на этом не закончим у нас есть термометр из первой части достаем и у него есть такой вот адаптер скажем так и и вставляем сюда наш термометр и и теперь соответственно вставляем все это дело в колбу далее чтобы вся эта конструкция крепко держалась и не разваливалась существуют вот такие вот специальные маленькие пластмассовые зажимы они крепятся на соединение у них тоже есть у каждого свой размер в данном случае 24 на 29 теперь конструкция у нас держится крепко если вы даже после этой конструкции не поняли что же мы в итоге собираем я думаю вам подскажет следующая часть это конденсатор у него опять же у соединения есть свои размеры данном случае 24 на 29 и крепится он собственно к переходнику также все это можно закрепить при помощи зажима ну и последняя завершающая часть нашего устройства это небольшой аланж он крепится к выходу конденсатора и соответственно его тоже можно зафиксировать аланжи также бывают разные у некоторых есть отводы для вакуума также есть некоторые со шлифом чтобы герметизировать более-менее данную установочку чтобы вещество не улетало в воздух в крайнем случае куда-то собиралась через отвод ну и в конце данной установки обычно ставится какая-нибудь емкость для приема собственно раствора допустим такая колбочка куда у нас будет собираться раствор при дистилляции для данной конструкции может потребоваться не один штатив а несколько потому что данная конструкция слегка неустойчива данном исполнении и обычно существуют электрические плитки с керамическим покрытием со штативом сзади в таком случае данный штатив можно перенести в эту часть к сожалению плитку я себе позволить не могу потому что они крайне дорогие стоят наверно от 100 и более евро но пока так честно не знаю как буду выкручиваться но пока придут трубочки и маленький насосик надеюсь что нибудь придумаем к сожалению данную конструкцию в данный момент я протестировать не могу из-за нехватки некоторых соответственно частей может быть потребуется еще какая-нибудь емкость в качестве водяной или масляной бани ну а пока на этом сегодня и закончим всем пока а